Всем привет, с вами Юмилька, будем смотреть Эксайла. К сожалению, я не успеваю делать реакции на все его видео, но вот на самое последнее хочу записать реакт и посмотреть ролик вместе с вами. Погнали! Что, стартуем? Я сказала, стартуем! Кстати, если что, эту реакцию я делаю на стриме, и если вдруг ты не хочешь пропускать мои прямые эфиры, то подписывайся на телегу, там есть анонсы. Чё? Как у него волосы прикольные отрасли. 25 лет тебе весело. Плана. Прекрасное настроение, прекрасный... Хорошая квартира, отличный состав. Как-то раз у меня выходило видео, где мои друзья, ребятки, вот, ну, не вы, но вы, видишь, смотрели этот видос. Друзья, это не вы. Да, жестко. Конкретно на том видео. Выполняли кринжовенькие задания там в разные. Вот такие. Типа надеть некий филинь, и пройти в зону Тимосквей. Вот, и у нас есть ребятки, я конкретно Владислав и Константин, которые частенько компания предлагает всякую всячину за деньги, но никогда это до дела не доходит. Продают воздух? Да. Есть воздушные предложения, какие-то есть целенаправленные, оплачиваемые. Сегодня у нас будет конкретно только оплачивание. Ну, посмотрим. 50 тысяч бюджет у нас? За пятерку прям сейчас до гола разденусь. А-а-а! Сразу заработано. Давай. Дождь, иначе. Если не его, ты сказал. Если не его, ты сказал. Или воздухан. Ну, не пачка в руках, давай. Раздевайся, Юра. Ну, не держишься. Я не сдеваюсь. Тихо, куда? В конце дня мы общим голосованием объявим самого главного воздухана в Ходиевах. Саня уже один молодец. Пока один кредит Саня заработал. Хочу сразу определить человека, добровольца, так называемого рыцаря. У нас есть костюм воина Руси 13 века. Ты имеешь в виду эту тему с пешеходным переходом? Найс. Настал час возмездия. Мы больше не будем надеяться. Мы больше не будем ждать. Я его не видела. Вы готовы, мои воины? Нам нужен пешеходный переход. Блин, крутой чел. Почему я раньше этого не видела? Ты же участвуешь сегодня тоже? Да. Ну... Он еще и классно одетый. Голос у него прям круто поставлен. Будто вот все проголосовали бы, чтобы Илюха это... Стоп, ищем. Стоп, 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 стоп. Патя, давайте, пацан. За Илью. Не, не, не. За Илью. За Илью. Я отвечу. Я отвечу. Он же должен дать классный пример ребятам. Пацаны, я хочу выполнить другое задание. Не бойся. Пожалуйста. Это социальный пример. Это самое интересное. Просто у меня это будет... Вот в этом и есть самый цель, чтобы Илюха это делал. Стойте. Лучше брать человека, который исполнит. Когда не исполняли, наверное. Давай челлендж 150 тысяч, кто скажет. Яцкий. Яцкий. Яцкий, яцкий. Яцкий, яцкий. Яцкий, брат. Все, а ты уже руку, пожалуйста. Ничего я не жалобся. Яцкий. Вот так руку сделай, пожалуйста. Плюсы забывайте, Илюха иногда еб...то может исполнять. Какую-то роль еб...то может исполнять. Бля... Не забывайте, что Илюха... Яцкий. Ха-ха. Вот там такой костюмчик. Илюх, делай. Где-где-где? Где-где-где? Измена показывает не учается. Да ты...ты... Чтобы тебе грустно не было, вот ты выполняешь, если это пи***ц пресно, я выхожу следом, просто ору, как еб... Сегодня мы отправимся вверх! Вот так вот. Ты хуй так сделал. Не хуй делал. Ты хуй так сделал. Вообще не хуй делал. Но я не исполню, парни. Это не будет смешно. Но сразу отговор тебе. Просто смешно не будет. Илюха, скажи, что ты не можешь, что нет духа. Я другое хотел бы, я хотел, чтоб вы просто будете смирать. Вот видно по нему, когда он сливается? Я это не выполню, нет. Ты выполнишь, выполнишь. Ну... Начало ролика. Там, задания все должны выполнять, а он отказывается. Согласен, пацаны. Я готов поддержать. Смотрите, давайте так, или Илюха делает, или мы уезжаем сейчас. я это не выполнил как вы не понимаете для меня это все равно что спрыгнуть короче время время тянем давайте воздух не будем гонять илюха выполняет не гоняю воздух я говорю что не смогу я перепутала точно они же в самом начале про этот костюм говорили да я поняла изельские господа смотрят а ты меня уже снимаешь он сын да конечно очень здравствуйте а у вас эликсиры продаются здоровье а не подскажете вальгала где а ивара бескостного не видели как будто что что бой он так сказал опа что я испугалась в хлюпик ничего не сделает погнали мы достаточно натерпелись и отправимся вальгалу за лодина за нас вопросы ко мне какие-то есть делаем сделай побольше для ролика охуенно будет больше мне кажется все он уже начали но он не второй раз прыгать парашютом страшнее чем первый настал час возмездия мы долго этого ждали мы долго это терпели но наконец-то мы можем отомстить вперед боевой за лодина канал и стал шоу подписывайтесь я свое сделал всем пока еще будет это пробовать или нет просто еще хотелось бы посмотреть блин честно не знаю я бы тоже наверное не смогла если бы попробовала мне кажется выглядела бы супер я бы стояла потом и смеялся он прям старался изо всех хорошо вот вот он реально вот тебе подходит все тех из моржухи теперь в эту давайте бить его давайте нам надо в депо мужички единственное чего переживал это то что если кто-то там скажет звали ебало свою а так все смеялись был кайф опять же поймал перешел свои границы у нас сегодня видос реально вот еще все листики мишаним и спасите операторов всех но и помешали как-то раз подглядел одну штуку стаканчик что его я знаю целебная водичка просто стаканчик в одну есть кто пригубить я могу юг есть ли ухан за сколько на пятерик выпить десятку он мне говорил что типа миша обрыгался с нее дозировка 20 миллилитров указание применения болезни кишечника синдром раздражения кишечника без диареи запор просто мне прорвет в итоге я сырел их реакцию мерзотно и вот такой целиком тоже реально дыхание дозы просто какая-то минеральная вода на 9 умрет это просто сильно минерального как и сентуки настоявшийся матча одно задание выполняет один человек если кто-то еще хочет я готов дать 5000 сделать просто что понимаем понимаете яцкевич пьет что я сказал что это и синдуки это вообще мне захотелось попробовать как это сделали на фу блять горькая история буду я даже согласен чтобы еще меньше был залпом надо было нормально но вкусу всех раз но она просто как будто ну давай наливать таблетка растворенная девочки просто в рот на срам ход скажешь что вы на протяжении может если вкус реально такой я бы смогла выпить вполне что это хочу попробовать я вот тоже мне кажется если у тебя болит живот это единственный варик вылечится тут если варик уничтожится мне как собрал здесь своих операторов монтажеров это витёк он конкретно снимает ролик который сейчас смотрит никита помощник и ванек уже три года работаем 4 я хотел с вами обсудить первый раз за всю мою жизнь у меня появилось пять проектов наперёд из ближайшего угадай полицейского как миллионер но надо угадать полицейского кстати если вам будет интересно можем посмотреть видос про миллионера второе silent library совершенно нужно выполнять задание на мтв раньше была такая телепередача выживание на острове сколько выживать кто выживет получает остров из прикол в котором можно сделать мы выберем какой-то магазин где продается штуки для выживания и у каждого есть там допустим ограниченное количество времени он забегает и ему нужно собрать вещи для выживания за 24 часа только горилла проголодается хочешь на несколько дней выживать я понял у тебя зарядка в жопе шок технологии далее я как-то раз закидывал одну штуку не подумав про эльбрус кто быстрее доберется до эльбруса но у подножья да кто быстрее покорит проблема в том что нам группы идти нужно да там нужно идти группой есть варик умереть на эльбрусе людей умирает больше чем на эвересте есть один отель почему я говорю про эльбрус на трех тысячах километрах высотой прям отельчик круто и то есть тысячах километров три километра я нашел много прикольных отелей и как раз есть отель на эльбрусе санёк вроде сказал что они против хотя бы раз в жизни это круто классное приключение этот отель изгонять на эльбрус но там я хотел чтобы рандомно выпадал каждому то есть три отеля кафе или четыре и каждый в разные места едет можно один отель прям вот конченый вот прям максимум на эльбрусе тебя не смущает на трех опять возвращаемся к мистеру бису ролик про комнату я узнал то что такая комната не так уж дорого стоит ну как недорого типа как давайте так она стоит пиздно так дорого но для то что я представлял себе ну сто сто пятьдесят тысяч одна комната ухода что в этой комнате будет как я выполнил испытания в комнате только вот парни говорили то что тоже могут выдержать можно сделать четыре штуки кто последний выйдет ну как у места только немножко не так масштабно москва тоже не сразу построилась тоже верно кстати мне нравится то что он как-то упоминает даже мистера биста при том что у них есть схожесть контенте то есть по факту он берет с него пример и это даже классно что на нашем ютубе в целом есть такие блогеры которые тоже хотят поддерживать высокую планку контента это круто пачку денег такую же будешь до 100 тысяч долларов приз я летим 9 числа выходит у санька хозяйские игры только наступлю такие вот проектики двух муж хоть кто же лимонаде кипит до продолжим обхватить надо да кстати прикольно то что половину сумма отчета мы оплатим баллами насколько насчет выше 12 1208 рублей 50 копеек кирк код кстати друзья в приложении мята лоялти при каждом или кафешки ну или это ресторан ресторан наверное эти будет накапливаться кэшбэ один у нас есть три костюма храников ну такие на как на каждого из вас условно как раз нас три те кто подходит под роль храников то есть такие и что такое задание ощущение что костика с жопы и отправить может он с охранниками из жопы это как будто ты vip прям лютый это 500 ка ездить не ладно это тысяч 20 подписчики если вы его видите подходите к нему и сфоткаться и вот так говорят ядскать издалека бля ядскать 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 что это значит это видимо локальный мем но я немножко не в теме поэтому напишите на кого костюмы по размерам на я просто не выгляжу я готов что просто я не буду смысл но я говорю вам я не могу не нормально маленькая жопа вот она больше должна 10 тогда туда напекать типоном там вольно собой синтепон владик пожалуйста нужно чтобы ты был охранник ты можешь свои штаны просто не хочу не охота не охота охранник согласитесь типа нет вообще прикола в этом вот в эту напихать я не знаю конечно по жопам не не эксперт надо было взять из шопа я говорю жопу потом могли всей командой это не похоже на огромную шопу это даже не близко да в чем прикол я просто не понимаю тебя просто пухом накидали и что я вот так пройдусь я могу вот прям сейчас пойти вот хоть босиком для усложнений тебе надо с подносом в этом костюме это хорошо сколько в зале качал тут еще бы ты вмесился чтобы смешить донирович нужно теперь где пятнышко я думала у меня на мониторе и жопа все у него фамилия яцки вич все теперь знаю спасибо что-то в чатике написали 18 плюс контент уже подъехал ой охранники кстати и к сайлу идет прям что-то между охранниками и людьми в черных все вы увидели все вы увидели я не дотягиваюсь аккуратнее пожалуйста ну 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 что вы себе позволяете что вы себе позволяете это собственно это частная общественная собственность блин по моему я узнаю это место в москве я там была и мы кушали в одном ресторанчике вот в этом месте там неподалеку по моему сбоку классно реально очень я не могу даже ну пошевелить если я не путаю охраняйте мое очко как свое они стоят ничего не делали тихуевая охрана я его блин дотронулся на него тихо 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 руки убираем а ведь реально же похоже как надо наш Забыл Мы проходим сквозь вот эту, которая крутится штука Мы с Костяном, гаём вперёд, уходит и оставляет Костяна за этой дверью Я говорю, охуеть-то охранник Единственный, кто среди нас работал, просто оставил Костяна Попытка номер два Это, блядь, есть S Прямка Так, 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 так что спеши делает Тихо-тихо-тихо-тихо. Так все смотрят, и че? Типа кто там такой знаменитый проходит? Подборишь? Один, один. Как привлечь к себе внимание? Ааа, в туалет! А вдруг на него нападут в туалете? Так, а где еще один? Можно, потому что по стоянку нанять? Не, это круто. Я бы так хотела ходить. В этом что-то есть. Там же сзади... Тьфу, их император. Я думала, это прохожие их снимают. Съемок. Не, сработали прям отлично. Классно получилось. Как Саня просто все раскидывал. Бля, вы просто поймите, что вы охраняли? Люди думали, что типа просто какой-то чел идет и с охраны. Вот у них не было вообще ни грамма прикола какого-то. Вот мне хочется, что хотя бы один человек среди вот там тысячи, через которых мы прошли. Он сначала видит такой, о, влажно. И потом просто видит жопу и такой, е-е-ба. Вы заходите в строительный магаз, берете два ведра. Щупай, а так? Ммм? Бля, это офигенно. Бля, это офигенно. Бля, он цепил и такой. Я такой пять лет назад в инстаграм. О, пусть делают, пусть делают. А вы бесплатно? С этой диспле... Бесплатно, бесплатно. Бесплатно, бесплатно. Думали в строительный магаз, но ведерки мы уже нашли, там отдел хороший, вот такой просторный, прям с ведрами. Так, чтобы туда люди заходили, хотя это в любом году. Мне стыдно находиться. Если люди на меня ведро надевают, я что, я лак? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Никто не подходит. А-а-а-а-а! Она поняла, что он там! Вы сделали? Это мать, я не хочу. Мужчина, это не вы? Сука, я сейчас бежал в отдел, чтобы сделать над мужиком, забегая, а там та же самая женщина, над которой я неловко получусь, я забегаю, встречаюсь с себя взглядом и думаю... Ну в прессе это такое себе. Он даже упал. Ваше? Нет. Вы мне надели? Не надели. Не вы надели? Да. Школьники, может, балуются? Да, именно. Тут уберем. Никого не было, а откуда жаль. Да. Вот уже упал. Ну как у меня, у мужчины на голове. Может, аккуратно, может. А на полке тут не было? Я просто подошел сюда, к этому, мне как бам. Я сдану, ставим, нету, раз, упал сюда. Ведерный дождь какой-то, что ли? А, ну видите, тут про призриков, это какие-то... Ну, призраки, призраки. Аномалия какая-то, они прям начнут... Да. Ну и такое аккуратное задание, вот как будто вот, ну... Купить форшку. Пить форшку. Что? Оно у меня как раз таки было в прошлом ролике, но только хотелось, чтобы кто-то филигранно еще это исполнил. Заказать на каком фудкорте, либо в ресторане еду. Просто доху... еды. У вас с собой прозрачный рюкзак. Вам подходит официант. В рюкзак начинайте всю еду складывать. Саныч хорошо отыграет, у него опыт со змеей был в супе. Да, да, да. В турандоте. Ну какую-то должен быть реакция одного официанта. Нет, надо добавить что-то. Можно что-то вот, ну, нелепое такое. Смотрите, вот я вижу это так. Если вот, например, прийти в какой-нибудь депо, набрать ебнутый поднос всякой еды и просто пиздануться с ним, вот где танцпол, вот это типа ебать интересно. Пиздануться. И еда такая должна быть, знаешь, типа паста, она падает на пол, и ты берешь и начинаешь в карманы вот так вот засовывать. Неху делать. Хуй как хуй хорошо. Делает? Неху делать делать. Интересно. Как будто Санычу пятнашечку надо отгрузить. Если у меня десятка за библиотеку, у него точно пятнашечка. Пятнашечка нормальная? Как будто двадцатка. Двадцатка я разобьюсь с этим подгодом. За пятерку еще не разделся. Какой зок. Буду идти, и когда упаду именно вот так. Человек просто подошел нас, палил сразу, наверное, дали наводку, охрана обычно так работает, и уже начали оттуда выходить. Сейчас мы туда зайдем с камерами, они еще раз подойдут, еще будет спрашивать. Нет, можно сказать, что мы типа просто красивый ролик для Ютуба. Это типа, ну, фейл, блять, получился такой. Самый видосный, это фейлы. Фейлы депо. Прикол в том, что там концерт. Там просто сбор людей идет, там чел, ведущий, чел. Итак, дорогие друзья, собираемся. Я падаю с этими макаронами, начинаю их убирать в карманы. Подходит охрана, меня просто выпиздевать начинает. И пока меня тащат, я ору у дьявола, балладаха, дверью. Я тебя буду уважать до конца жизни, твои. Слышите, ты так делаешь. Уважение до конца жизни. Дорогого это стоит, я скажу вам, ребят. Никаких денег, уважения к Эрту не стоит. Ты найдешь этот фейл? Фейл, да. Я скажу, ребята, фейл. Вы видели подборки на ютубе? Единственное, сложно объяснить, ну, макароны в кармане. На стрессе, да? Что-то вы не падаете. Вообще, это уровень просто, не знаю, младенца. Да, что ты расскажешь. Бля, чел. Ой, бля. Если ты не смотрелся про Анки Литвина, значит, что ты так же можешь делать. Брат, жизнь ты не нюхал, конечно. Я в Кренже плаваю, брат. Я как будто понял карась. Вот я родился в Кренже, я в нем вообще как рыба себя чувствую. В Карповом озере один Крен. Вот у тебя просто задней мысли нет никакой, ты просто в одной сделаешь. Типа стрёмно или нет? Да. Да нет, вообще ничего в этом нет. Ну, не знаю, может, я сейчас просто подойду, возьму поднос, у меня кольчушка коротка, уже как и круглая, и я затрясусь. Скажу, пацаны, давайте отмена, отмена. Отмена, отмена, отмена. Мне вот интересно, они так свободно ходят в Москве, как бы в таком популярном месте. Их вообще узнают или нет? Кто-то к ним подходит? Все знают. Вот здесь. Возьму все макароны, начну собирать на поднос, в тарелке, все, вот так руками, руками собирать, собирать. Встану с этим подносом, подскрызнусь, не черт, ебанусь. Ну, это все так надо, да. Ну, это все так надо, да. Если сделаешь, то просто молодой. Это медаль легенды вручается. Вдруг не получится. Какое-то мероприятие. Какое-то мероприятие. У тебя лук. Ты готов? Да. Короче, мы подумали, что самым лучшим будет. И вот так вот зайдешь до конца, пойдешь между рядов. Хочу рамен. Он не прям в этой кафешке, в целом в депо как-то она называлась, я не помню как именно, но он такой вкусный. Между рядов и тут сцена, и потом бам, просто падаешь. Есть мандраж, но именно не от того, что стрёмно перед людьми, а стрёмно, что сделаешь как-то плохо. Хочется реализовать на 100%, прям вот чтобы люди типа в непонимании были. Я еще думал сначала, может подойти к какой-то девчонке там и начать с ней знакомиться. И говорить, о, блин, офигеть ты красивая. Блин, что ты давно здесь вообще? Я люблю приходить здесь, выпью мартини там вообще вот. Что-то говорить, говорит, запнуться. А, блядь. Попасть. Я просто, я, наверное, помру от смеха. Когда вам спагетти в карманы ссывать будет. Это самое тупое. Что добру пропадать-то? Не нужно разве, типа, упасть и не двигаться, лежать, чтобы люди подумали, что мне плохо, начали подходить. А я потом понял, типа, встал и начал резко макароны по карманам распихивать. Ну что бы довольно успел, чтобы это сделать. Блядь, ну это вот краба даю предварительного. Это пиздец. Это вот, наверное, самая жесткая хуйня. Вот смотря на эту тарелку, как будто... О, вот в чате пишут. К ним подходят, но во время стримов они не фоткаются. Поэтому к ним намного реже подходить начали. Ну тяжело ее просто сейчас донести. Что, все, ты стартуешь? Да. Я сейчас волнуюсь больше, чем на рыцаре, клянусь. Ой, бля. Я волнуюсь просто, пи***ь. Он идет, идет, идет. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Он там же перед сценой же должен пройти. Баный рот. А у вас парень есть? Нет? А не хотите познакомиться? Почему? Покушаем вместе. Да, он еды на всех. Я сейчас подойду, вот туда поставлю. Парни, парни, сейчас будет. О, привет. А ты знакомишься или нет? Я просто познакомился. А-а-а! Нет! Он же жестко упал. О, нет, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Оставь, ты что делаешь? Нет, чтобы люди не убирали. Оставь, ты не надо. Да я уберу, уберу. Мне надо здесь убирать. Спасибо. Да я быстренько уберу и пойду. Ой! Он же просто упал, его сразу выводят уже. Ну, с кем? Не бывает. С любым человеком такое может произойти, и его уже выгоняют. Нет, слушайте, изначально он планировал подойти к одной девушке, подошел к двум. Планировал упасть один раз, упал дважды. Это было шикарно. Да я что-то упал, и у меня как-то от неожиданности хотел убраться, неудобно было просто. Да я сейчас уберусь, пойду, с салфетки возьму. Залетели макароны. Меня, может, ударился, я не знаю, что-то. О, а что случилось? Да я кушаю, да? Я со стороны просто, бать, разбился на озень. Я еще встал, и он говорит, ты что делаешь? Меня тянет, а я макароны в карманы. Я говорю, подожди, я уберусь. Он говорит, ты что макароны в карманы кладешь? Я говорю, ой, что я делаю, действительно. Там люди попали. Ой, блядь, а куда это сидит? Это мы на видео еще снимали. Такой свэк. Дилер итальянский именно. Я упал как-то у меня в карманах. Давайте повесим. Надо прийти в каворкинг, надеть наушники. Это было круто. Ноутбук, там просто есть определенные песни, можно на выбор просто выбрать. Я не поджал им руку, потому что... Владик сказал, легко сделать. Вообще, хуй делал. Реально? Реально, вообще. Это интересно. Это пятерик, это вел. Так, это 10. Это, пацаны, это нехуй не надо делать, а просто надо сидеть. Это лучше в кафе делать. Да. В кофемании там еще контингент нормальный. Ну, в кофемании дополнительный пятачок еще залетает. Похищите подписку. Нет, кстати, в кофемании уже... Вопрос другой. В каворкинге... В кофемании другие люди уже сидят. Это уже вопрос... Подождите. Они в танцели. Вам, дорогие друзья. Вопрос, вопрос четко был. Сделаешь в каворкинге. В общественной библиотеке есть дело, вот именно все сидят в тишине. Навряд. Следующий день, они успели в один день все уместить. Решили, что Владик поедет все-таки в каворкинг, потому что там по большей части молодежь, а в библиотеке, там, куда мы хотели ехать, там бабушки, дедушки. Ну, беспокоить не совсем стоит. И как-то вот не совсем прикол их покоя нарушать. Больше молодое поколение хочется над ними поиздеваться. Ну, надо все такое делать. Владик. Я понимаю, что, возможно, сейчас поступаю как полная мразь, но поймите меня, на последние ролики постоянно прилетают в 18+, из-за некоторых фразочек, которыми будет наполнена песня, которую Влад сейчас включит. Поэтому этот фрагмент я выложу себе в телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании, либо же просто вводите exile, там с галочкой будет мой канал. Я не считаю, что он поступает как мразь и странно, что он в целом себя так назвал. И если со стороны Ютуба такие темки прилетают, наоборот, круто, что он в телегу это все зальет. Но я на стриме смогу это посмотреть, но залить на Ютуб не смогу, чтобы мне 18+, не прилетело. Наверное, на пусть и залью, пусть там будет, но в бесплатном доступе для всех. Блин, вот чего мне не хватает в целом в их попытках, во всяких заданиях, чтобы они попробовали сделать это несколько раз на разную аудиторию. То есть exile в самом начале сделал это дважды, но остальные всего по одному разу. Я понимаю, что то, что сделал Саша, это жестко вот так вот взять и упасть. Но вот сейчас вот это было бы классно, если бы он сделал еще в каком-то другом месте или же в другой раз с другими людьми. Потому что посмотреть на реакцию было бы, ну, круто. Лишь ход в переход. Продолжение. Мы снимали, когда Леша худший день в его жизни. Он на ватрушке скатался с горки. Но в этот раз надо будет не на ватрушке, а на луке. Я могу, я могу. Там очень высоко исчез. Бля, что за парадич такой чел? Прыгнуть сделаю. Я могу. Сказать сделаю. Выве сделаю. Ты что, ты можешь не делать? Прыгнуть 10 этажа, я сделал. Я на лужах никогда, если что, не катался вообще. Он ушибется, бать как. Кирка, вот ты как лыжник. Можешь он это сделать нормально? Думаю, да. Ну, это не пиздец. По цену не определили моей смерти. Сейчас ты. Он полтос. Нифига себе. Если честно, пока что не совсем понимаю, о чем идет речь. Но, видимо, сейчас увижу. Если доедешь. Если доеду, да. То полтос. Если в скорой, то 55. Пока не уверен. Кого? Конечно уверен. Вам просто ноги не переломать завтра с елки. Что ты меня гладишь? Последний раз? Последний раз ты был охуенный друг. Реально. Я сегодня с утра сломал себе палец на ноге. Ты просто ушибся, хороший. Ты не сломал. Снимок есть, снимка нет. Вот я сломал палец, а Саня сломает ногу, к сожалению. Мы же выпили стакан вот этой воды. И с Даниловичем просто у нас жопы порвало, мы обоссались жопами. За сколько отсюда на лыжах? Шесть. За две секунды. Как-то раз в худший день Лехи, который мы снимали, были здесь же. Только Леха стартовал на ватрушке. Но в этот раз человек, который здесь тренером работает, говорит, ну на лыжах первый раз очень опасно ехать. Нормально. Знаешь, почему я никогда не катался на лыжах, а брал борт? Потому что у них неудобные сапоги, в которых ноги не сгибаются. Зубами лыжи не схватить в моменте. Они когда прыгают, они лыжи так подгибают, как будто они их укусить хотят. Мне так же надо, так надо висеть. Так, главное физуха, ну ты вроде бы... Как? Я не совсем понимаю, он с лестницы будет это делать? Это жёстко же. Ботанц способный, поэтому чё? Уважаемые зрители, напишите в комментариях, кто на чём катается или кто на чём хотел бы кататься. Лыжи или снобор. Посмотрим. Кто победит? Я за сноуборд, но сегодня нужно ехать на лыжах. Я не пробовала ни на сноуборде, ни на лыжах. На лыжах только детских, таких вот маленьких, когда была мелкой. Так, мне в целом это интересно, но я слышала про огромное количество травм, как люди идут впервые кататься и травмируются. И мне как-то от этого не по себе, но когда-нибудь я хочу попробовать. Вот такие движения. Больше испытания как будто сейчас в этих сапогах находиться, чем ехать. Они не по размеру, малы. Твоя главная задача на большом трамплине будет, это чтобы тебя не вжало вперёд. Твоя задача ногами выдержать грузку и обдрестаться. Если ты обосрёшься во время прыжка, ещё пять. Небольшой нюанс есть. Вот это скользит хуже, чем он так. Это хуже, там получше. Просто как-то когда они подходили, там лестница была, мне не по себе даже стало. Ага, окей. Слышь, Сань, короче, там получше скользится. Санеч. Привыкни к аппарату. Удачи. Они разъезжаются! Пи***! Ой-ой-ой! Уф! Уже в разные стороны вот так. Блин, звучит опасно. Да. Блин, большого жёстко будет. Типа если у тебя ноги разъезжались. Тяжело их было держать. Я бы как будто на его месте ещё пару раз здесь прыгнул. Люся, Люд, я думаю, лучше, чтобы он скиднулся. Он сзади не даст, но как будто можно было бы ему сгоднаться. Потому что это пиздец, как, ну, травмоопасно. На твоей совести будет. Уже Лёха чуть не помер один раз. Говорит, хочешь, Саня? Я пусть Лёха ебашит, ему всё равно в трофунке. Мужики, так вам вкину, хватит спрашивать по Карпового озера. Всё равно вам никто не даст ответ. Нам даже, ну, как бы, иногда даже страшно. Бля, лучше не говори даже. Я тоже. Тихо, тихо, тихо. Всем привет. Блин, как же хреново, когда я не смотрела его видосы. Я не в теме вот этих локальных мемов всяких штук. Это грустно. Не понимаю. Я просто понял, вот, мысль не отпускает, что это вот совсем разные вещи, да? Оба. Ай-яй-яй. Это огончик? Да, эти орёл. Мужики, у меня ноги съезжались. Я не знаю, как, сейчас на это я поеду. Кто-то заднюю даёшь? Лёх, честно, я опасаюсь из-за сынка. Если у него ноги разъезжаются, я бы его, знаешь, к стёгнутому выжил. На ватрушке бы запустил, бросил. Но это не полтос объективно. Какой полтос он тут слышит? Я считаю, что либо ты прыгаешь ещё раза два-три отсюда, и только потом... Меня ногам пиздают, я лучше оттуда сиганул. Давай, делай, Сань. Да погнали, на... Хучит один раз? Я что, мистер. Не, 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 Саныч, ты реально разъебёшь. Я хуй, хуй ты меня разъебёшь. Когда они прыгали, как... Да сможет он, вы спали, это парадевич, блядь, он всё в жизни умеет, всегда выигрывает. Чё вы начали, блядь? Как будто он падёт. Ну беспокоится, между прочим. У меня тоже какое-то самочувствие. Я уверен, Саня сделает всё на сто процентов, это пацаны просто не верят в его друга, в своего брата. Не, он сделает. Куда ты, блядь? Тут нормальные борты. Это не то, что они не верят, а скорее беспокоятся о нём. Ты, если я почувствую, что не контролю, я просто падаю на бок, либо на жопу, и всё. Это диздец, вот сейчас у тебя очко как... Ну так играет чуть. Ну у тебя плюс ещё такая, достаточно плотная. Самая главная петличка, пусть ли, сходится. Самая главная петличка. Мне кажется, что Саня ещё... Да, объективно. Её с ноги. Я бы хотела там прокатиться, не на лыжах, а в целом как-нибудь. Пверхно скажу, сто процентов, что он ёбниц. Он не сможет всю дорогу пролететь на лыжах, неподготовленный, сто процентов. Но в какой момент ёбница, это и будет решать, то выживет он или нет. Если я на полном разгоне падаю, неприятно. Ты не затормози, что будешь катиться. Убарем, блядь, тебя... Не получится. Ноги с руками разлетятся, блядь, по всему этому. Если я... А кто-то здесь разъёбывался, же? О, просто. Лёх, вот как раз ездишь посрать, поешь. Я там плюс-минус с тобой в одно время подъеду в трампун. Блядь, я опять вот не хочу вот это состояние, переживание, что из-за меня человек умеет. Я вообще против, что он сейчас это делал. А кто-то уже из-за него умирал, а то он так сказал. Ебучие лыжи, а? А как? Я же поеду сейчас. Блядь. Поедешь? А я как здесь встану? Ты боком и должен провернуться через прыжок. Вы слышите, что он мне говорит? Чего? Я лыжи держать не умею, говорит, тебе нужно встать и прыгнуть вперёд. Смотри, вот я делаю. Смотри, оп, развернул, всё. Витя, ты что придумал, ёпта? Я лучше бы оттуда съехал. Давай отсюда съезжай, реально. Сань, тебя зато запомнят, блядь, каким человеком. Мне тоже страшно, с подносом был, я же себя переборол ебанута, блядь. Я себя тоже переборол? Да мне не страшно, вы, сука, нагоняете. Сань, у тебя шлем, на крайняк мозг сохранится, в робота пересаден. Давай, лезь сюда. Сань, самая главная петля, все равно... Какая у них компашка классная. Мне похуй. А подшикайте водичкой. Эээ, зачем? Да не б***ь, она же прям здесь. А есть, чтобы бревно покатилось, да? Давай. Ты посмотри, как он делает, смотри, он на ногах спустился. А у тебя лыжи есть, Сань. Делай. Как хочешь, Сань. Если что, если ты даже сейчас домой уедешь и будешь плакать, типа, в подушку, то никто не скажет, что ты девка. Сань, готов? Да. Да ну, нахуй ему, б***ь, а! Ой-ой-ой! О, п***, упал. Ой-ой-ой. Хорошо, что, хорошо, что отсюда. Нормально, коленку чуть. Главное, очки на месте. Если бы я прямо стартанул и поехал бы, я бы доехал. Как будто я бы залез. Б***ь, кусачку попробовал. П***ц ты мужчина. С подносом я себя переборол, а этот человек что, лучше остальных себя считает? Ананоч, ты как? Надо еще раз. Смотри, смотри, не издевайся. Просто на адреналине он не чувствует то, что он травмировал копчик или еще какую-то хуйню. Он просто не чувствует, типа, ну, я крутой, я поразил. Он, кстати, прав. Больно было? Да. Ну, коленку вывернуло прям. Вот лыжа вот так и коленку вот так вывернуло. Ну, как будто кость из коленки торчит, но в целом нормально. 50 тысяч и ты не делаешь. Я не делаю за 50 тысяч. Ты, типа, п***ц травмоопасный. Я почти доехал. Почти, б***ь. Давай хотя бы на тюбинге. На тюбинге? Ну. На матрушке? Ну, давай. Пишите все, что Саныч зассал просто. Вот вам не кажется, что парадеич, который год назад вот забил на эту хуй, просто сделал бы. И он бы эту хуйню сколотил сначала, потом бы с ним съехал и сказал, еба. Саныч, ну ты баба или мужик? Пока, мужики. У меня коленка прошла, я могу ехать. Давай уже, едь. Есть понимание того, что я могу разложиться и что-то травмировать, но страха нет. Скажите мне, прыгать или нет? Как быть такой же бесстрашный просто? Надо на лыжах, убирай отсюда. Ты на лыжах едешь, и мы освистываем тебя п***ц как-то. Давай я на лыжах п***ю. Нет, нет, Сань, едешь на лыжах. Здесь, видите, соцсети Александра Парадевича, разместите ему нахуй, что он слабак, трус, воздуханку. Еще шанс тебе подзаработать, но вроде как Влад сказал, что если ты снимаешь шлем и идешь отсюда, то 60 он тебе планирует. Да, может даже с ватрушки не прыгай. Ну прям сейчас, прям сейчас ты все снимаешься и уходишь. Ты вот сейчас снимешь шлем, уходишь, 63 сейчас Влада, и самый духовитый Санек, который больше всех говорил, едет на ватрушку. Нет, я не поеду ни на ватрушке, ни на лыжах, я даже на жопе туда не поеду. Мне так п***ю, я вообще ебал это все в рот. Давай только вот, смотри, максимально без эмоций. Если хоть одна эмоция у тебя, то... П***, что никто не снимет его лицо вообще. Поехал! О, он за ним что ли? Ууу! Вбок куда-то. Куда-то вправо влезет, он вроде вылетел. По-моему ноги отдельные, руки отдельные вылетел. Но это не 50, это не 40, не 30, даже не падение. Вы че ебанулись? И вы хотели, чтоб я на этом на лыжах поехал? Я вакуе. Теперь я понимаю, о чем ты говорил. До этого я не понимал, когда вот я съехал и упал, но я не понял, какая там скорость и какой вылет. Сделал каменное лицо, как и обещал просто так. Но в голове просто какой-то сам... Сука, я даже слов не могу связать. Ну молодец большой. Это очень страшно. Ну на лыжах я бы 100% упал. Я не знаю, как вы приземляетесь. Вы крэйзи мужики. Ты красава. Мужики, я как мог держал Сигму. Но это пизда. Это очень страшно. Я не знаю, как на лыжах возможно это делать. Когда вот скатился и упал, я думал, ну хуйня. Когда я приехал на тюбинге и вылетел, я понял, что это вообще не так просто. Это очень страшно. У меня самое главное желание большое это снять сапоги и очень больно ноги. Там же, наверное, еще в момент, когда ты приземляешься, тоже удариться как-то можно. То есть приземление же не супер мягкое. Это факт, ты красавчик. Я думал, я перелечу просто. Я же в забор влетел. Объектив поэто, подпили, но он не дорого стоит. Не знаю, когда. Надо, чтобы я вот эту горку преодолел. Я объективно скажу, Саня красавчик, так жестко пиздеть и так обосраться вот тут. Раз, два, три. Такое легенькое. Затем в кофейню, тоже в наушниках. И я не понял, разговаривать очень громко. Мне надо горметь! Берем байкерский костюм, что он как рокер выглядел. Косуху. И он заходит с наушниками, как будто у него металл играет. И говорит, мне ладо! Я не понял. Это круто! Правда, вито скоро закончится, они точно успеют это сделать. И он тебе что-то говорит в ответ, он такой, что... Как у них весело, честно, это так круто, блин! Наблюдаю за ними и понимаю, что тоже так бы хотела веселиться с друзьями. Вот именно такого! Это круто, это клёво! Эти видео боятся все социальные. Я не в кофемании. Просто в кофейнике. В кофейнике, да-да-да. Нет, как мне ежа не хватает сейчас. Я из этих самых, ежики. Да, это выглядит круто! Вау! Вау! Панданы, топчик! Вау, музыка, топ! Вау! Мы, кстати, ходили на их концерт, и тут прочим. Здесь несколько зон, ты пошел в макарс, тебе нужно пройти на кофейню. Там два сотрудника будут. Берешь тортика и берешь еще что-то. Да. Блин, я уже представила по их описанию, как это будет выглядеть. Самое милое. Да, потом ты идешь в рыбный отдел, вот в самую даль. Таааак. Образ очень сильный. Образ пиздец. Да, шикарный. Хотел, чтобы Горилыч всегда ходил так, в таком наряде. Духаст, духаст, миш. Духаст Вячеславович. Духаст, духаст, миш. А у него музыка интересная какая-то игра? Похож на вора какого-то, понял? Типа, он как будто в краю все-то ходит. Ходит туда-сюда. Можно кофа попить? А пирожное можно? Да, это тихо какого-то. Это пиздец какого-то. Вот это с розовым фламинго. И зайчика одного. Но это не то немножко, да? Духаст, миш. Духаст, миш. Розовый фламинго и зайчик один. Вот это хорошо уже. И одну тетку. Блин, я это немножко не так представляла. Я представляла себе это так, что он заходит в людную кофейню, там куча людей, то есть в очереди еще даже стоят. И он начинает орать, и как бы пугаются и работники, и еще люди в очереди. Тетушку Савунью будьте добры, Сава вот. Да, розовенькую. И тетушку Савунью. Да, вот же что. Алло, алло, да. Дай бог здоровья. Короче, на кассе нужно Х2 громко, естественно, не Х3. Алло, понял. Громче. Давай на концерте увидимся, сейчас приеду. Громче! Давай, давай, слышу, давай. Добрый вечер. Будьте любезны, зубатки. Три штуки. Корюшка, зубатка. Илья, спасибо. Недавно переехал к вам сюда, буду часто заглядывать. Я Дэн. Для друзей Боби Дик. Боби Дик. Да я уверен, там охранник на очке. Дорогу. И пакет, будьте любезны. Сейчас жуачку еще выберу. Хлопника, банан. Там пирожные, фламинго. Я сложу сам. Конечно, я сам. По карте. Наличку не ношу. Блин, образ прикольный получился. Это что, средств? Сейчас позвоню. Секундочку. Нет, не отвечайте. Ну, череп, возьмешь трубку? Череп? Будьте обратно все сдать. Блин, как они отыгрывают все. Вот реально, во всех ситуациях, они смеются в эти моменты. Сейчас до машины схожу, возьму деньги. У меня в натуре деньги на карте закончились. А вы специально не брали трубку? Конечно. Представляешь, что он пошел в машину, каким-то образом у него деньги на карте появились. Всего доброго. Я Бобби. С дорогу, расступитесь. Черт, нас не так обернулось. Пирожные кто заказывал? Давай петицию, чтобы ты неделю так везде появлялся. Да, 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 да. Я бы проголосовала. Где надо голосовать, пишите. Кстати, видос Бустера, если вам реакция интересна, то напишите в комментах. Вместе посмотрим. Видос шикарнейший просто. Он меня прям так зарядил, не знаю, просто, во-первых, я не парень. Во-вторых, у меня нет вот такой вот компашки. И когда я смотрю на них, понимаю, как же это круто иметь таких друзей, творить такую, ну, прям веселую, классную хрень. А с тобой была Юмилька. Спасибо большое тебе за просмотр. И спасибо всем тем, кто советовал посмотреть этот ролик. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok